Шойгу может быть отставленным, но смотрите как, он за эти два с лишним года войны много раз был в опале. Он был в опале на старте войны, когда, видимо, обещал операцию очень быстро провести сухопутную. За три дня Киев, ну это понятно, что трюризм такой, но тем не менее. Потом он попадал в опалу после сентябрьской операции ВСУ по освобождению оккупированных территорий в Харьковской области, освобождении Херсона. И тогда, помните, когда еще тогда живой Пригожин кричал про снаряды, про плохих Шойгу и Герасимова? Мы же тоже публично очень сильно обсуждали и говорили о том, что, особенно в Z-каналах, вы помните, что пиджак, ничего не смыслящий, только воровцовым и занимается. Но он как-то умудрился пережить эти все волны наездов. Мне кажется, сейчас ситуация для него гораздо более благоприятная. Ну да, он потеряет в деньгах, ну да, он потеряет в контроле за важными сферами военных поставок в Министерство обороны. Но если бы Путин хотел его в принципе снять, то для этого не надо было бы сложную схему выдумывать с арестом сначала его замов, там Цаликов, первый зам, которого убирают, и его давний такой попутчик еще с МЧС, и там бог знает еще с каких времен, там за три десятилетия. Но он бы его снял, наверное, просто бы снял. Если Шойгу снимут, то это решение, которое не требует дополнительных мер для его осуществления, понимаете? То есть Шойгу можно снять и без ареста Тимура Иванова. Но если такая чистка идет, а чистка безусловно идет, хотя я напомню, что там и до этого исчезали куда-то генералы, был такой генерал Булгаков по тылу, да, потом Мизинцев сменил. Где вот их судьба? Вот кто знает, где сейчас Мизинцев? Ну а вы заметили, что вообще в принципе генералов не так уж много и показывают по телевидению российскому, в телевизорах каналах их стало меньше. Вы помните, как в начале войны они просто там, то Суровикин, то Герасим, что-то с ним хронят, что-то говорят. Да, но вот смотрите, вообще эта установка изначально еще при Путине всегда была, что ни из каких генералов не делать фигур политических. Это опыт Лебедя, генерала покойного, это опыт там Рохлина и так далее. Путин считает, что ресурс военный не должен конвертироваться в политический. Никогда. И эта установка и раньше была. Ну просто по ходу СО, когда, ну какая-то чехарда была, вы же помните, назначали одних, других, группировка Север, один Лапин, сейчас вот он Лапин тоже сейчас возглавляет, про него не говорят, не пишут, хотя на него вешали ответственность тогда еще Кадыров и Пригожин за провал операции, ну успешной операции ВСУ по освобождению почти 11 тысяч километров к Карипской области. Но сейчас уже их совсем нет. Сейчас в пабликах не пускают, понимаете. Последний излет это был Суровикин, про которого там линия Суровикин, вот Суровикин придет, Суровикин наведет. Ну и Суровикин пропал в никуда. Понимаете, а где теперь тот Суровикин, если с января 23-го года, напомню, вернулся к руководству всей специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, глава генштаба. То есть здесь установка следующая, что генералы ни в коем случае не должны быть больше их званий. Они не должны превращаться в людей, которые могут иметь некий публичный элемент своей репутации. Ни в коем случае. Их задача воевать, организовывать, отчитываться, докладывать. Все. Но никакого, значит, роли повышенной с точки зрения, значит, их какого-то политического имиджа допустить нельзя. И, кстати, ситуация в Пригожном, она еще больше к этому подвигла. Это еще жестче установка теперь работает. Потому что Пригожин как раз этот ресурс публичный по максимуму использует для военного мятежа. Субтитры создавал DimaTorzok